Час Делягина на радио Комсомольская правда В Минске вокруг этих переговоров, я имею ввиду Путин, Меркель и Алан, столько ходит всяких слухов, вот последнее, что я видел, Михаил Иванович, это то, что оказывается Меркель выдвинула Путину ультиматум, дескать, или ты, Владимир Владимирович, соглашаешься с моими предложениями, с нашими, или извини, а вот что за этим извини, как бы там дальше многоточие, в общем Ну, вы знаете, это все со слов, со слов журналистов, которые не факт, что доброжелательно относятся не только к Путину, но и к самой Меркель, поэтому здесь слишком много непонятных вещей, которые мы просто не знаем Мы знаем следующее, было секретное письмо Путина к Оланд и Меркель О чем оно было? Непонятно, неизвестно Но после этого письма, прихватив подвышку Оланда, Меркель начала метаться по миру И были пятичасовые переговоры, в итогах которых не было никакого коммуникаетного Это сильно обнадеживает, потому что, когда, значит, выходят два лидера с порванными галстуками и измочаленными лицами, говорят, что переговоры произошли в духе взаимопонимания То всем понятно, что они сильно пособачились, но в итоге что-то срослось Здесь то же самое, что-то начало срастаться Есть две гипотезы, которые как-то это дело объясняют Гипотеза первая, что, даже три гипотезы Гипотеза первая, что в дебальцевской кишке оказалось уже фактически в окружении огромное количество натовских военных И не только из частных военных компаний, но и из самих регулярных войск НАТО То есть кадровые, товарищи Кадровые Надо сказать, что, в принципе, такое возможно Потому что, с одной стороны, частные военные компании там участвовали еще с осадой Славянска С другой стороны, это и польские, и американские, и некоторые другие С другой стороны, Польша сообщалась о поставках, не ополченцами сообщалось Сторонними информаторами сообщалось о поставке на Украину польского оружия вместе с экипажами Ну, техники Понятно, что если вам сейчас поставить хороший натовский танк То вы ничего с ним сделать не сможете, потому что нужно два месяца учиться Кстати, авиаторы про такой вид лизинга говорят «мокрый лизинг» Когда самолеты с экипажами поставляются Поэтому вот, когда вчера «Апач» атаковал позиции ополчения под Дебальцево Боевой американский вертолет «Апач» Это вполне могла быть и частная военная компания Которая там присутствует с самого начала И присутствовали еще даже до нацистского переворота А вот Поставка Польши и вооружений Это уже вещь более серьезная И понятно, что если этих натовцев берут в плен Или еще хуже, не берут в плен То это уже качественно иной Скандал И уже нам на это закрывать глаза нельзя Ну и поляки, естественно, не будут рассказывать, что это ополченцы Поляки будут рассказывать, что это проклятый Путин Бомбит пригорода Варшава Вот, как сейчас украинцы рассказывали, что они Что под Киевом начали строить бетонные надолбы на дорогах Понятно, что это мелкий рэкет Людям хочется взимать, так сказать, мзду со всего, что движется Как в начале нацистского переворота Но прикрытие этого дела То, что сейчас проклятые танки Сейчас возьмут несчастный Киев Это первая гипотеза Вторая гипотеза схожая Дело в том, что источники из Европы сообщают, что там были американцы, которые представители ЦРУ и других спецслужб Которые очень много всего, ну скажем так, делали, что неприемлемо даже по американским меркам Например? Ну, представлять себе Америку как страну без закона вообще нельзя Скажем, советники Чубайса и даже руководитель группы советников Чубайса попали под суд в Америке Некоторые из них сели И, несмотря на то, что они делали святое дело, уничтожали империю зла Что многие были кадровые сотрудники ЦРУ, насколько можно было судить Они украли, ну скажем так, они были обвинены в воровстве денег американских налогоплательщиков А это преступление в Америке Вот люди разжигали украинскую войну В интересах частных компаний, а не в интересах американского государства И они попались с документами И похоже, что попались немцам О том, что Германии, в отличие от проклятой Америки, в этой войне не участвуют Это сказки для детей младшего возраста Скажем, все знают, что министр финансов Незалежный, сувенирный Украины, госпожа Ереська Это не то, что ставленница США А это просто американская гражданка Которая... У нас в госдепе работала в свое время К ее неимоверному облегчению Дали ей украинское гражданство Что дает ей огромные налоговые привилегии Потому что американское гражданство в налоговом плане вещь ужасная Вот, голове огромные привилегии И она теперь рулит, не успев выучить родной язык, ридную мову Рулит, что называется, украинскими финансами Я, конечно, шучу насчет ридной мовы Наверное, что-то она сказать может Но самое главное, что умалчивается Что к ней представлены два аудитора из Германии Что называется аудитором штатском Аудитором штатском Как я понимаю, шаг влево, шаг вправо И вот банановая корка с летальным исходом Тут же Так что конфликт там есть серьезный И если эти данные попадают Меркель Которые являются жесточайшим компроматом на ближайшее окружение Обамы То понятно, что с одной стороны Меркель получает чудесную переговорную позицию То есть она, естественно, очень нравится быть карающей рукой Америки в Европе Но при этом ей хочется самостоятельности Когда с ней говорят, эй, ты иди сюда Ей это нравится не очень И вот она благодаря этому компромату Может обречь, достичь, получить вожделенную самостоятельность С другой стороны, третья версия Которая, кстати говоря, была изложена в «Консомольской правде» Я думаю, что она очень правдоподобна тоже Заключается в том, что Обама Обама, конечно, полностью отмороженный человек И он уже не будет президентом третий срок Но ему не хочется разжигать мировую войну А его окружение его на это толкает Окружение демократическое Ему нужен внешний импульс для того, чтобы как-то обуздать этих Не хочется говорить клоунов, кровавых клоунов И он задействовал ресурс Оланда И Меркель именно для этого Чтобы как бы решить свои задачи чужими руками Как говорил Сталин Вы знаете, я-то всей душой, но это же Политбюро решение принимает, а не я Я думаю, что все три версии имеют право на существование И, может быть, все три версии правильно Продолжим говорить об этом и еще много о чем, друзья, из происходящего сейчас Через несколько минут Час Делягина На радио Комсомольская правда Специальный проект радио Комсомольская правда Что будет Сегодня мы говорим о том, что будет завтра Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе Что будет Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени На радио Комсомольская правда В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев Что будет Час Делягина На радио Комсомольская правда 17.17 В российской столице Комсомольская правда Прямой эфир Доктор экономических наук Михаил Делягин На студии Михаил Иванович, ну, давайте Еще несколько эпизодов, которые я хотел бы вас попросить прокомментировать Относительно перспективности минских соглашений Мне очень не понравилось заявление Оланда После переговоров в Москве Вот 7 числа он в интервью одному из французских изданий Сказал буквально следующее А, по-моему, Ле Фигарон, собственно, и заявил Я думаю, это последний шанс Если мы не сможем прийти к долговременному мирному соглашению Мы прекрасно знаем дальнейший сценарий У него есть название Этот сценарий называется «Войной» Это цитата Ну, вы знаете, господин Оланд Не отличался особым здравомыслием На протяжении управления им Францией Я думаю, что здесь он тоже не отличился этим здравомыслием Я думаю, что, как и многие носители литературных способностей Он занимался самовыражением, не особо задумываясь о том, что именно он говорит Я не думаю, что сейчас может начаться на Украине мировая война По крайней мере, сейчас, без дополнительных провокаций в духе малайзийского Боинга Это маловероятно Просто потому, что Россия демонстративно не участвует в конфликте Демонстративно Причем провоцирование очень заметно Отношение украинских нацистов и их покровителей на Западе К всем этим мирным инициативам Наглядно видно по интенсификации уничтожения Донецка, Горловки и других населенных пунктов Этой ночью Этой ночью В Донецке был такой взрыв, что думали, что это точка У Но их вроде бы научились сбивать Нацисты сказали, что это всего лишь смерч Система залпового реактивного огня Значит, что такое смерч? Площадь поражения 672 тысячи квадратных метров Вот представьте себе, километр на километр Это квадратный километр, миллион квадратных метров Вот две трети этого пространства Это зона поражения Одним таким залпом Это не град, у которого осколки влечено с пятикопеечную монету И которые застревают в стенах Как мы помним, когда в прошлый раз Нацисты по американскому команде Правда, не украинские, а грузинские Опробовали это в Сенвале в 2008 году Это качественно более серьезная вещь И город Донецк Миллионный город Который находится в центре многомиллионной агломерации Самая большая плотность населения в Советском Союзе была там Не считая Ферганской долины Вот он сейчас стирается с лица земли Это тот мир Это та демократия Это та свобода Которой нас учат европейцы и американцы Но я думаю, что господин Оланд просто запугивает сейчас Его, как самого слабого Чучинского другое слово на язык Поставили, что называется, пугать Не случайно Взвились средства массовой информации сразу О том, что вот если русские не уступят Это последний шанс, введут санкции И уже сразу другие сторонники Нормальных человеческих переговоров Тут же слились, что это будут за санкции 19 физлиц Из них аж 5 россиян Тоже, наверное, какой-нибудь Контрадмирал военно-морского флота Вот И несколько юридических структур Несколько компаний В том числе и российских Ну, что называется, ребята Шли бы вы лесом с такими санкциями Вот То есть страшные вещи Типа свифта Они не озвучены Таким образом Я думаю, что возможности есть Другое дело Что реально невозможно достичь Мирного соглашения В ситуации, когда Не все стороны конфликта Приглашены Нет никого из Донецка Нет никого из Луганского Господа О чем О чем будет договариваться Порошенко с Путиным Путин не является стороной конфликта Как бы Не пытались Нас в этом убедить Радио Свобода И госпожа Собчак Младшая я имею ввиду Как бы Они не визжали Наперебой Россия в этой войне Не участвует Как государство И мы можем О чем угодно Договариваться Но люди В Донецке В Луганске Скажут Нет Нам это не интересно Ну договоримся Мы сейчас Как просочилась информация Об отвозе тяжелых вооружений На 35 километров Вглубь территории В Донецке В Луганске Это означает Что Часть территории Просто Ставится без тяжелых вооружений Их можно будет брать Голыми руками А где гарантии Что с той стороны Нацистов Тоже отведут На то же самое расстояние А нет никакие гарантии Потому что Все прекрасно видели На чьей стороне Работает ОБСЕ В этом конфликте За некоторыми исключениями И все остальные Так называемые Международные наблюдатели НАТО вводить на Украину В качестве Миротворческого контингента Все по Югославии Помнят На чьей оно в стороне А кто забыл Помнят по Ливии И по Сирии И так далее И так далее Правда В украинском бюджете На этот год Заложено содержание 50 тысячного контингента НАТО На всякий случай Так Заложено На эти деньги будут Еще одно заявление Михаил Геннадьевич Которое прозвучало Минувшие выходные Во Франкфурте Ольгемайне Появилась информация Со ссылкой На немецкую разведку Вот правильно Цифры потерь Сильно занижены И не заслуживают доверия После тяжелых боев На востоке Украины В ходе которых Гибнут десятки человек Сообщается лишь О малой части погибших Это правда Из 50 тысяч убитых Как цене Европейского выбора В форме нацистского переворота Которое озвучено Со слов немецкой разведки Это очень Правдоподобная цифра Потому что цифра 10 Выгодатель 10 тысяч Всплывал на первом этапе На первом этапе Еще Еще сразу После Славянского Всплывал Сейчас 50 тысяч Учитывая Потери мирного населения Учитывая раненых Учитывая Которые умерли Учитывая Недовезенных До госпиталей Это логично А теперь Давайте вспомним Пропорцию Сам 3 50 тысяч убитых 150 Средне И тяжело раненых Которые Учитывая Современное Состояние Украинской Медицины Это искалечено В той или иной форме Контуженных людей Я навидался Которые Формально здоровые Все у них в порядке А потом Его переклинивает И он за себя Здоровый мужик Как лось Часа два Не отвечает Просто не отвечает Что хочешь Что хотите То и делать И это 150 тысяч человек Без рук Без ног И так далее Вот Это цена Европейского выбора В форме Нацистского переворота Это цена Маленькой развлекалочки Эта цена Продолжает платиться Я хочу подчеркнуть Другое Две вещи Первое Это цена Жертв Боевых действий А я думаю Что если Мы захотим Учесть Жертв Нацистского террора На остальной Территории Украины Учитывая то Что мы знаем О том Как все это Происходило И происходит И сейчас Каждый день Я думаю Тысяч на десять Придется это число Увеличить Потому что Количество Убитых Без суда и следствия На улицах Или в подвалах СБУ Исключительно Велико Количество Убитых Бандитами Которые для того Чтобы проще было Грабить Насиловать Убивать Налепили на себя Эмблему Правого сектора Или свободы И других чудесных Организаций Тоже очень велико И эта цена Продолжает Увеличиваться С каждым днем И европейцы Считают Что это нормально И это и есть Демократия Для туземцев Которую Они нам несут Я не оговорился Насчет нас Потому что Мы в глазах НАТО Такие же туземцы Как украинцы И Украина Это всего лишь Генеральная репетиция Того Что сейчас готовят Для нас Но важно На самом деле Извините Я буду говорить О циничной политике Не это С какой стати Немецкая разведка Вдруг Начала говорить Что-то напоминающее Правду Вот у меня тот же вопрос Понимаете Когда сбили Сбили малазийский Боинг Немецкая разведка Молчала Если я правильно помню В тряпочку Немецкое правительство Ляпнуло Правду Что это устарелая Ракета Которая нет у русских Но есть украинцев И соответствует Действительности Потому что Запуск Бука Виден на 10 километров Вокруг Никто его не видел Вот Но немецкая разведка Либо что-то шептала Либо вообще молчала Почему вдруг Такой мощный слив Ответ Для подкрепления Позиции Меркеля Немцы Вдруг Начали играть Какую-то Свою игру Это не проклятый Путин Убил 50 тысяч Человек на Украине Легко можно было бы Так оформить Карательные отряды Дикие дивизии И так далее В чем проблема Мы начитались Столько про себя Что Любой ахинея Не удивимся Но Нет Это жертвы Это убитые Называется Правдоподобная цифра Франкфуртер Альгемайна Очень авторитетная Газета в Германии Очень серьезная Не бильд какой-нибудь Очень продуманная Не шпигель Вот Это серьезно И это повлияет На немецкое Общественное мнение Это важно Это важно И это Некоторые изменения Внутри Самого Немецкого Истеблишмента Что это Все означает Я не уверен Что мы будем Понимать Даже после Минских переговоров Которые Кончатся Так или иначе Но Прекращение Кровопролития Не приведут Не приведут Дай бог Что вы привели К приостановке Кровопролития На эти и другие темы Мы продолжим Говорить через несколько минут И вторая утечка Информация очень интересная Вот вернемся Да вы обещали рассказать Поговорим после Короткой рекламы Выпуск новостей Друзья А свои вопросы Михаил Геннадьевич Вы можете присылать На короткий номер 2420 2420 На начале послания Три буквы РКП Радио Комсомольская правда Было бы здорово Если бы вы еще и Подписывались И Михаил Геннадьевич Постарается На самые интересные Вопросы Ответьте только В любом случае Это будет уже После Короткой рекламы И выпуска новостей Говорим о Переговорах В нормандском формате Которые начались Продолжаются И вот очередная порция Состоится Послезавтра В Минске Вы слушаете Комсомольскую правду Оставайтесь с нами Час Делягина На радио Комсомольская правда Историю пишут победители Они же ее и фальсифицируют Я Николай Сванидзе Я расскажу вам Как все происходило На самом деле Я выбрал самые яркие И важные Исторические события года А также вроде бы Незаметные Но значимые факты Которые оказали влияние На ход истории Один год Из жизни России Глазами ее жителей Слушайте документальный сериал Исторические хроники С Николаем Сванидзе На радио Комсомольская правда Час Делягина На радио Комсомольская правда Полчаса всего осталось Тем важнее Очень быстро Приступить Михаил Геннадьевич Доктор экономической Еще про одну Отсечку информации Существенную Которую Случилось Важное Сообщают Что Попали Журналистам Данные Швейцарского Отделения Банка HSBC Это лондонский Крупнейший банк Крупнейший банк мира Между прочим На 100 тысяч клиентов Счета на 100 миллиардов долларов И очень много Криминальных операций Что этот банк Участвовал в финансировании Или проводил счета Или держал счета Всех преступников Какие можно себе Только вообразить И далеко не только Отмывание денег Нажитых преступным путем Далеко не только Отмывание Уклонение от налогов Но и Незаконная торговля Оружием И проституция И наркотики И все 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 Что только можно себе вообразить Я когда прочитал Я страшно порадовался Все таки борются с преступностью На глобальном уровне Есть какие то достижения Вот даже Крупнейший банк мира Банк Ротшильдов Не пощадили Потому что HSBC Это расшифровка Гонконгско-шанхайская Банковская корпорация Они пришли Перебазировались в Лондон Не так давно Это один из ключевых банков Не только мировой финансовой системы Но и империи Ротшильдов И они Он участвует Играет очень большую роль В общей переориентации Этой империи На восток В конфликте Китая-США И в многих других конфликтах Нынешнего дня А дальше Вдруг выясняется Как всплывает информация Сотрудник Швейцарского отделения Этого банка Не выдержав Мук совести Собрал Значит большой архив данных И бежал во Францию И представил Соответствующие документы Французским властям Знаете когда представил? В 2008 году Давненько Более 6 лет назад И вдруг Мы видим Дивное явление Оланд Впервые За долгое время Участвует В чем-то самостоятельном На публичной Политической арене И опаньки В подкреплении Его позиций Французское правосудие Выкатывает Очень серьезные Очень системные Обвинения Против одного Из крупнейших Глобальных Финансовых игроков Разумеется Все очень корректно 140 журналистов Из 45 стран Долгие годы Разбирались С этими документами Представителем От России Была либеральная Газета Ведомости В плане Взаимодействия Бизнеса Вполне компетентная И они с грустью Сказали что да 740 Клиентов Из России Юридических И физических Лиц Счета на полтора Миллиарда долларов Ничего крупного Ничего особо Интересного Ну еще бы Если это Данные 2007 года Которые уплыли В 2008 году То наверное У нас Все таки Страна быстро Динамично Развивается Все уже уплыли Но тем не менее То что это всплыло Именно сейчас И то что этот Крупнейший банк Был подставлен Был подставлен Именно сейчас Ну уж больно Хорошо все Накладывается Одно на другое Причем Линии Разграничения Проходят Внутри Правительства Министр Иностранных Дел Франции Тот самый Который Лично Вместе с Министром Иностранных Дел Польши И Германии Участвовал В непосредственном Осуществлении Нацистского Переворота На Украине Он Разразился Чуть ли не проклятиями В адрес России Путина Там совершенно Дикие Безумные Угрозы Только Господин Француз По примеру Одного немца Ковер не грыз Валяясь на полу В судорогу А его президент При этом Уйдет себя Абсолютно Корректно Ну пока Нормально Достаточно Рационально И разумно Что в общем-то Особо за ним Не Водилось Не водилось Раньше Ну единственное Что сказал Что дальше война Но опять-таки Он не сказал Мировая война А то что Война сейчас идет До французской Интеллигенции Может быть и не дошло Повторю У меня знакомые Собирают Они французы Собирают в Париже Помощь Донецку Гуманитарную И французы Достаточно Охотно Дают им Деньги и вещи С формулировкой Ну конечно Мы понимаем Проклятый Путин Бомбит Донецку Нужно спасать людей Это нормальный Информационный фон В сегодняшней Франции Это не какой-то Журналист Там где-то Квакает Непонятно что Это то что Думает обычный Француз Который изредка Смотрит новости Изредка смотрит интернет Не политизированный человек Но С хорошим Добрым сердцем Несмотря на то что Вроде говорят что Это нация Достаточно скупая Вот Два этих Два этих серьезных Информационных удара Два этих серьезных Утечка Два этих серьезных Утечки Про количество Убитых от немцев И про этот банк От французов Показывает что Очень все серьезно Конечно Уже заявление Об ультиматумах Мы уже слышали Мы уже слышали И позицию Нашего президента Который очень внятно Сказал что Ребят А вы пожалуйста Поймите Что Соглашения в Минске Будут только В том случае Если некоторые Так сказать Вещи будут согласованы Да Мы не знаем Какие это пункты Должны быть согласованы Предварительно Но тоже понятно Что просто В третий раз Приехать в Минск Чтобы порадовать Президента Лукашенко Наверное стоит Но в другой компании Нужно его радовать В этой компании Радовать вряд ли получится Михаил Григорьевич На фоне всего Помимо точнее Всего того О чем вы сейчас сказали Есть еще один фактор Который свидетельствует В пользу того Что все таки Переговоры в Минске А могут состояться Б могут состояться Могут пройти успешно Я почему говорю Могут состояться Потому что Например сегодня Глава немецкого МИДа Франк Вальтер Штайнмайер Заявил о том Что он сомневается В возможности проведения Саммита в нормандском формате В Минске Причиной Этой самой невозможности Проведения саммита Господин Херр Штайнмайер Назвал то Что слишком много вопросов До сих пор Остаются Ну вот это я думаю Косвенный ответ Президенту Путину Который упомянул Что сначала Нужно о чем-то договориться Но вы понимаете Любые переговоры Можно перенести В принципе Если о чем-то Мы не успели договориться Если не хотим Другое дело Что касается Гера Штайнмайера То в Германии Его все чаще Зовут Шайземахер Делатели фекалий В том числе В силу его Вдающихся успехов На Украине Вот И безусловно Он по этому поводу Сильно переживает Так давайте Понятно что Это уже проблема Господин Штайнмайера Вот еще Я теперь Еще в одном Признаке Косвеном Это Наметившийся Рост На Российских Рынках Фондовым и валютным И рост цены На нефть Насколько Это не связанные вещи Нет Цена на нефть Понятно А почему Растет рубль Эксперты говорят Рубль растет На фоне ожиданий От успеха Минской встречи Нет Это Ну во первых Действительно Ожидание есть И наши участники Рынка находятся В таком шоковом состоянии До сих пор Что Вот Столь тонкие Маневры Как мы с вами Они не выдаются Они В шоковом состоянии Буквально Шоковом Вот Раз Во вторых Рубль упал Так Чудовищно Что ему Только одна Дорога В некоторое время Наверх То есть он будет Всплывать по любому По хорошему По плохому Но некоторое время Вот он всплывает Да Если на Минске Будет грандиозная Фиаско Неудача И так далее То конечно Он припадет Но потом опять Будет всплывать Потому что он уже Приезжает ко дну Вот здесь К сожалению Рынки не есть синоним Истинно даже Предпоследняя инстанция Это скорее Отражение Коллективных эмоций Заблуждений Вот Так что И тому и другому Есть макроэкономические Обстоятельные причины Они Приятны в мелочах Но не утешительны В главном Что касается Фондового рынка Российской Федерации Ну опять таки Даровая распродажа Налетай подешевела Называется Налетели Налетели Конечно Я рассказывал Про свой опыт Я в январе месяце Чуть-чуть купил Алроса Да Ну Думал Может быть это интересно Поверил в наши алмазы Потом изучил Состояние дел В ужасе Отполз Сейчас я смотрю На котировки А Прости господи В валюте Очень хороший выигрыш В валюте В долларах Очень хороший выигрыш Несмотря на почти Двукратную Деволюцию рубля Вот вам и Фондовый рынок Российской Федерации Так что мы себя Привыкли Плевать и поливать Грязью Подражая либералам Но при этом Мы забываем Что в мире Это проблема Страшнее чем у нас У нас хоть понятно Как их решать Модернизируйте инфраструктуру И будете жить в счастье Какое-то время Лет пять Пока вы не закончите Модернизацию А в мире Инфраструктура уже Отстроена Там делаться некуда Поэтому Да Русские очень плохие Русские кошмарные Русские ужасные Давайте-ка мы вложимся В российский фондовый рынок Вот логика такая Михаил Иванович Вот вы напросились Буквально вопрос о том Что делать Сейчас народу Но мы этот вопрос Зададим уже Я полагаю В следующей части эфира Вот тут пришло Несколько Несколько сообщений Нам некоторые из них На мой взгляд Интересные Мы с вами Попытаемся На них ответить Ну вы по большей части Попытайтесь на них ответить Через несколько минут После короткой рекламы И выпуска новостей Давайте короткий анонс Сделаем О чем вы еще бы хотели Поговорить Помимо событий Я хотел бы проговорить Про итоги пожара в НИОН Потому что там директор Отбрехивается На мой взгляд Я хотел бы Коротко подвести итоги Съезда ФНПР Официальных профсоюзов Но если успеем Поговорим про московские власти Потому что они выкинули Новый форт Совершенно неожиданно Это вы что имеете ввиду? Я имею ввиду Резиновые зубья На проезжей части На Садовом кольце Которые замерзают И которые Срывают В незащищенных машинах Бензопроводы И в общем Носят серьезный ущерб машинам Так хорошо И об этом тоже поговорим Друзья Если успеем 8800200 Ровно 9702 Телефон нашего прямого эфира Зачем я его назвал У нас все равно осталось Ровно 11 минут Мы продолжим Через Зачем вы назвали телефон? Час Делягина На радио Комсомольская правда Каждую субботу С 16 до 17 часов На радиостанции Комсомольская правда Я Леонид Ольшанский Почетный адвокат России Веду передачу Народный адвокат И отвечаю на ваши вопросы По проблемам административного права ГАИ Таможенник Пограничник Гражданского права Дачные амнистии Земельных отношений Обманы страховых компаний Обо всем этом Вы услышите В наших передачах Каждую субботу С 16 до 17 часов Час Делягина На радио Комсомольская правда 17.47 в Москве Комсомольская правда Прямой эфир Пока шла реклама Выпуск новостей Михаил Геннадьевич Давал мне уроки географии Между прочим Вот Никому Никто не может похвастаться Уроками географии От доктора экономических наук Михаила Делягина А я теперь могу Михаил Геннадьевич Давайте Может на несколько сообщений Ответим Потому что Давайте попробуем Так Давайте Начнем Что остановит Эту бойню Спрашивает Светлана Ивановна Если коротко Деноцификация Украины Любой ценой Любым способом Потому что Нацизм Это Агрессия Которая Терапевтическими Методами Не лечится Вопрос от Максима Почему Европа Не может Выйти из конфликта Она не хочет Она деньги зарабатывает Есть конечно Глобальный бизнес Который используют Европейские страны Просто манипулируя Ими Потому что Частным военным Компаниям За эту бойню Платят Европейцы И украинцы А Это отличный бизнес И соответственно Частные военные Компании Делают все Чтобы конфликт Затягивался И ополченцы И украинские Военные Не раз Говорили О загадочной Третьей стороне Которая Когда конфликт Затухал Вдруг устраивала Обстрелы Такие Чтобы конфликт Вспыхивал снова И Это с самого начала С другой стороны Если американцы Хотят взять Нефть и газ Украины Которых недостаточно Для Украины Но все равно Очень так сказать Милый Приятный Полезный бизнес То европейцы Хотят взять Химическую промышленность Они хотят взять Порты Они хотят взять Энергетику Кроме атомной Которую возьмут Все американцы Они хотят взять Себе Землю Черноземы Под это Только в одной Германии Уже аккумулированы Десятки миллиардов долларов Я молчу про всякие Польши Франции Италии И прочие Замечательные страны Эти деньги уже лежат Они готовы к прыжку И частично Они уже На Украину Заходят И уже себе Все забирают Дешево Недавно Увидела интервью В котором Интервью Оного человека В котором Он опираясь на факты Сообщил Что украинская угроза Сидит в Днепропетровске Там готовятся Иностранные боевики Для марш-броска Получается Что все переговоры Ширма Михаил Геннадьевич Можете ли вы подтвердить Данную информацию Валентина Ну Я не знаю Конкретно Про Днепропетровск Но я могу сказать Что Лагеря Для тренировки Боевиков Господином Коломойским Действительно Были созданы И они работают Но я Опасаюсь Что другие Олигархи Менее значимые Чем он Тоже тренируют Свои гвардии Может быть Поменьше Что говорить Про тренировки Боевиков Как боевиков Знаете Эстония И Литва Стали тренировать Их сразу С момента Обретения независимости Для бандеровцев Польша Их начала тренировать Еще в 90-м году Когда еще Советский союз Формально существовал Так что Знаете Здесь они просто Подражают Старшим Хозяевам Но еще один вопрос Кто виноват Адекватно Понятно Что делать Каждому И приписочка маленькая Украину жалко Украину жалко Но знаете Когда люди Отключают мозг И начинают Скакать То пока Они сами Скакать Не перестанут Что-либо Терпимо С ними Делать Рано А Они В ближайший Год Будут Продолжать Скакать Резать Друг Друг Другу Именно Друг 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 Не Новороссию Которую Они считают Своей землей Которую нужно Очистить Полностью От местного Населения И мы Видим Что они Эту политику Осуществляют А друг Друга В том числе Почитайте Новости Из Киева Почитайте Новости Из других Народов И так далее Вот Но Насчет того Что делать Каждому Тоже Вот вопрос В этом В этом Сообщении Что каждому Делать Ну Вообще Так говоря Каждый Живет В условиях Экономического Кризиса И для начала Можно заботиться О семье Я подозреваю Что если Вы не уехали Добровольцем Воевать В Новороссию То наверное Вы будете Заботиться Сейчас О своей Семье В условиях Кризиса Когда скажем Уралвагонзавод Сегодня Пришло сообщение 6,5 тысяч Человек Отправлено В неоплачиваемый Отпуск Отправлено В принудительный Отпуск Не знаю Сколько он Отплачиваемый Посмотрим Что там получится На самом деле Но это Событие Если бы Из администрации Президента Которая Судя по всему Этот кризис Прохлопала Хотя их Предупреждали Многократно С половиной тысячи Человек Я бы наставил Что подпуск Был неоплачиваемым Чтобы лучше Работали Это было бы Понятно Если бы Из Администрации Местных властей Региональные Полпред Отправили бы Тоже было бы Понятно А здесь Ну да Экономически Кризис На что Кому-то Было непонятно Что вот Новых мощностей По производству Вагонов Приведет К перепроизводству И сокращению Спроса Михаил Геннадь У нас Несколько минут Еще в эфире Давайте Ну коротко Я хочу сказать У нас в субботу Прошло Позавчера Съезд ФНП Официозных профсоюзов На нем Председатель этих профсоюзов Господин Шумаков Никогда бы не думал Что буду говорить о нем Теплые хорошие слова Но он выступил Абсолютно рационально Абсолютно разумно И То что я говорю Много Времени Он сформулировал Кристально четко И весьма доказательно Что Либералы В российском правительстве Ведут себя так Что это очень сложно Объяснить иначе Кроме как заговором Направленным на разрушение России Ну я Так сказать Может быть Какое-то от себя Что-то добавил Но общий смысл такой И это Презвучало очень серьезно Нет Понимаете Профсоюзы не могут Менять правительство У нас для этого Есть соответствующие органы Власти И Наш ЦЭО Выражаясь коммерческим языком То есть Президент Российской Федерации Товарищ Путин Ответил Товарищу Шумакову Что Есть разные взгляды Есть разные точки зрения Но заговора Все-таки Наверное Нет Думаю Он сказал Думаю Нет С одной стороны Он сказал то Что он должен был сказать Он защитил своих людей Во главе с госпожей Небиулиной И господином Медведевым Но меня порадовало Уж Насколько он Нерешительно Их защитил Ну представьте себе К вам Прихожу я И говорю Что знаете Вот ваши сотрудники Тут заговор устроили С целью уничтожить Комсомольскую правду Да Вот все Что вы можете Будучи нормальным человеком Сказать мне на это слово Это Покрутить пальцем у виска Господин Путин Сказал Предельно корректно Он сказал Ну я думаю Что наверное Это не совсем так Смысл такой То есть Тема Начала жить Тема введена в оборот И это Теперь Нормальное явление Это одна из гипотез Которые обсуждаются Просто президент Сегодня думает По другому Ну может быть Он почитает Справочку О том Как правительство Медведева Собирается выполнять Свой собственный Антикризисный план В первый В первый квартал Который осталось Полтора месяца Будет потрачено Три процента От прокукореканных сумм Может быть Тогда он Станет более Внимательно Относиться К тому Что происходит И кто Что делает Это надежда И я думаю Что на этой Оптимистичной ноте Мы можем Сегодня закончить Хорошо Хорошо Михаил Геннадьевич Я полагаю Что Следующий Понедельник Через неделю Мы будем обсуждать Уже итоги Минских переговоров Надеюсь Что встреча Все-таки Состоится Мы поговорим Про Инион Мы поговорим Про Новые действия Мэрии Москвы Мы поговорим Про новые технологии Потому что Что бы ни случилось В следующую среду Между средой И пятницей Нам расскажут Все И сказать нам От своего имени Скорее всего Будет нечего Доктор экономических наук Михаил Делягин Как обычно по понедельникам Будьте всегда В курсе событий Установите на свой Смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой Точке мира Актуальные новости Эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии Доступны версии Для iOS и Android Радио Комсомольская правда В вашем мобильном